Друзья всем привет с вами Владимир Коваленко он же мастер кладки и сегодня будет очень интересная тема а именно тема вытяжки приточки это на канале у меня постоянно идет эта тематика как делаете вытяжку в домах где как устройство если где-то провтыкали с вытяжкой что решить в таком случае не у всех есть возможность сразу решить на этапе там строительства систему вентиляции у кого-то бюджет ограничен кто-то провтыкал ну и у большинства людей конечно ее нет учет уже греха то есть в общем у меня такая же ситуация сегодня покажу на практике как я у себя в своем доме решил проблему с вытяжкой и приточкой свежего воздуха а решил ее с помощью рекуператора в моем случае я выбрал рекуператор vacio не буду вас сегодня заморачивать какими-то там терминами умными я буду объяснять вам простыми словами и так рекуперация что такое рекуператор и в частности система рекуперации рекуперация это возвращение тепла когда у вас работает допустим рекуператор на вытяжку воздух проходит через теплообменник он нагревается потом когда у вас рекуператор работает на приточку у вас заходит в дом холодный воздух холодный воздух подогревается и в дом поступает уже вам чистый свежий и подогретый воздух то есть понимаете да не так как допустим мы делаем как рекуперацию обычно окно открываешь и все и пошла возня заходит холодный воздух уходит ваши бабки короче уходят да потому что уходит теплый воздух вы греете улицу здесь у вас заходит свежий воздух и в то же время уже очищенный и подогретый почему выбрал именно ваку первое это приемлемая цена второе расход электроэнергии от 5 до 18 ватт час всего лишь и это благодаря тому что здесь нету греющего элемента как я ранее уже сказал здесь есть рекуператор третье работа в диапазоне от минус 47 до плюс 50 градусов четвертый очень важный пункт здесь стоит фильтр класса f6 то есть который не пропускает пыль пыльцу какую-то там сажу с улицы и так далее пятое свакео не придется уже открывать окна соответственно не будет никаких сквозняков теплопотерь и с вашего кармана в данном случае с моего шестой кпд вот этого приборчика 80 процентов и более седьмой пунктик то что он обновляет в доме воздух до 60 кубов а это приличный результат я вам хочу сказать ну что друзья давайте еще буквально пару слов и приступим уже к самому интересному к монтажу легенько еще такая аналогия вакео это как допустим какие-то там не знаю умные легкие он каждый 40 секунд вдыхает свежий воздух и затем через 40 секунд выдыхает вот этот весь какой-то там не свежий до воздух какие-то запахи посторонние и так далее то есть работает по принципу таких умных легких ну и в двух словах с какими именно проблемами я как бы до столкнулся лично первый и основной момент это то что я задолбался открывать окна то есть открываешь окна опять немножечко как бы до повторимся заходит холод моментально на улице морозяка а сейчас у нас караул короче только с кармана вот так вот отлистывай поэтому не хочется как бы улицу протапливать но так получается чтобы открыть свежий воздух проветрить помещение приходится открывать окна ё-моё опять духота мошкин матрёшкин опи дубан капец проветрил поэтому это первая и основная вот как бы проблема была для меня плюс я еще холод не люблю я не люблю когда открыл окно и все и погнала короче холодрыга хороша бы одевать с валенками. Короче, долго я мониторил интернет какими-то системами новыми. Ну, а мир современных технологий у нас развивается. Будь здоров. И как бы вот пришел к тому, что надо поставить рекуператор. Это как бы на сегодняшний день оптимальный вариант. Лично для меня, друзья, для себя уже решайте сами. В моем случае я выбрал рекуператор именно VACIO. Плюсы я вам уже рассказывал. Итак, друзья, это полный комплект данного рекуператора. Что в него входит? Это шумоглушитель с самим фильтром F6, который не пропускает пыль, монтажная пластина, сам вентилятор, теплообменник, блок управления, блок питания и запасной фильтр. Ну что, приступим к монтажу. Итак, что нам надо сделать перед монтажом? Первое, что я сделал, это позвонил ребятам. Ребята приехали с короночкой. 130-я короночка под 125-ю трубу. 130-й короночкой мне лупанули. У меня стена тут порядка 600... сколько? 600... 64, по-моему, сантиметра. То есть лупанули короночкой насквозь. Все красивенько, все тип-топ. Дальше взял 125-ю трубу. Посадил ее обильно на силикон. Он все это дело засиликонил. И пошла возня. Вот так вот получается красиво все. Там он видно даже 100 миллиметров еще пенопласта у меня, утеплителя. Ну а с другой стороны вот так вот, вот этот кусочек, который остался с вытяжки. Лишак обрезаю. Сейчас обрисовать его просто и обрезать. И все готово. Кстати, вы, наверное, думаете, что это за отверстие? Это для того, чтобы можно было прианкерить бурильную эту установку. Короче, пришлось вот такой кусок вырезать. А вот он, как режет короночка, вырезала прям с этим, с гипсокартоном и даже с обоями, ребята, даже с обоями вырезала. Короче, вот такая вот петрушка у нас получается. Все, садим все это дело на силикончик сейчас и продолжаем дальше. Если у вас, допустим, кирпичная стена, ну, там, не знаю, блочная какая-то, то уже подбирайте крепеж уже под себя. Ну что, монтируем пластину. Так, ну что, пластину смонтировали, прикрутили ее, ничего сложного, понятного здесь нету. Сразу же сюда у нас залетает вот этот вот сам теплообменник, регенератор, да, как его еще можно называть. То есть, смотрите, как раз четко входит, как в литой 125-ю трубу. Следующий, походу, реверсивный наш нагнетатель. Вставляем его. Я вставляю его чуть-чуть поглубже. Зачем? Затем, что у меня вот здесь такое есть отверстие. И все благодаря, что у меня гипсокартоновая стена, мне не нужен никакой кабель-канал. Я просто вот сюда сейчас беру, продеваю. Вот, смотри, как раз сюда беру в отверстие продеваю. Здесь подлавливаю крючочком. Все. И вот так вот вытягиваю сюда. Все. Исключительно. А на самом шумоглушителе, то есть вот эти отверстия, на которые он навешивается, есть вот такой рычажок. То есть повесили и только хлоп, защелкнули и никуда он уже не делится. сбоку такие вот рычажки есть. То есть регулировочная вот такая вот заслоночка. Так, поднимаю рычажок. Все. Рекуператор висит плотненько. Отлично. Так, приступаем к монтажу контроллера. Тут вообще все проще паренной репы. Потому что, вот, пожалуйста, здесь втыкнули блок питания и поехали. Короче, завожу я, прикручиваю. Основание закрепил. Теперь дело за малым. Продеваем сюда шнур блока питания наш. Как раз я так притирочку сделал. Вот он. Оп, готово. Оп, готово. Все. Блок питания вставляем в разилку. Ну что, ребята, поехали. По режимам немножечко. Это у нас приток, это у нас лето, это у нас зима, ночь и вытяжка. Сейчас включил на вытяжку. Вот, покажу вам, как работает вытяжка. Вот, пожалуйста. Вот так вот листик. Смотрите, его аж корешит. Сейчас он поставил режим зима. Вентилятор поворачивается. Вот так вот все это дело выглядит. Все красиво. Провод за стеной. То, что доктор прописал. И еще, друзья, пару рекомендаций по поводу монтажа этого прибора. Прибор лучше всего размещать по отношению к потолку где-то на расстоянии 40-60 сантиметров. Потому что весь самый теплый воздух он идет вверх и в холодное время года, когда заходит холодный воздух, таким образом он быстрее прогревается. И если вы его монтируете уже совсем рядом с окном, то соблюдайте расстояние как минимум 10-15 сантиметров. Ну и конечно же протестируем. Сейчас у нас зима, поэтому жмем функцию зима. тестируем с помощью листочка. Я сейчас включил по максимуму скорость. Смотрите как прилив. И теперь смотрим что у нас получится дальше. Ждем как я уже сказал ранее 40 секунд. И полетел. Все пошла приточка. Ну что друзья теперь мне надо какое-то время для того чтобы ощутить все плюсы рекуператора ну и естественно минусы если они не будут. Встречаемся буквально через недельку. Для меня это будет неделька где-то а для вас буквально секунда. Ну что ребята всем привет. Итак что же изменилось с того момента когда появился у нас в доме рекуператор. Прошло неделя чуть больше и что за эту неделю. Первое это в принципе как мне показалось нормализовалась влажность в комнате. Второе это то что за все это время не открывалось ни одно окно. То есть нету духоты такой. Третье я думал что честно говоря вентилятор будет шумнее работать ну благодаря то что у него поворотный механизм работает монотонно и не напрягая шумом своим. Ну а с вами Владимир Коваленко он же мастер кладки я как всегда желаю вам удачи и хорошего настроения. Всем пока. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok